Девалюцизация. Что это и с чем ее есть? Что скрывают боли в животе? Внешний день раннее выявление онкологической патологии позволяет с минимальной финансовой потерянной вылечить пациента. Наблюдать за поверхностью земли очень увлекательно. Исследовался участок бассейна реки Волга в близи города Казань, для которого были подготовлены данные дистанционного зондирования земли. Всем привет! В эфире «Универа Ньюса» в студии Карина Саяхова. Сотрудник лаборатории интеллектуальных робототехнических систем, аспирант Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета Рамиль Сафин завершил свою двухмесячную стажировку в Японии и сегодня вернулся в Казань. В составе команды Киотского университета он стал победителем международного конкурса поисково-спасательных роботов «Робокапр» из «Киулик». Центробанк будет содействовать ускорению девалюцизации в России и вводить дополнительные меры для сокращения операций банков в евро и долларах. Безопасна ли она для российской экономики? Расскажем далее. Центробанк России опубликовал документ, в котором предложил участникам рынка и экспертному сообществу обсудить ключевые направления развития финансового рынка в условиях санкционных ограничений. Так, Центробанк поставил новую задачу – постепенно отказаться от валют недружественных стран – долларов и евро. Предполагается, что сокращение операций в токсичных валютах будет способствовать ускорению естественного процесса девалютизации. Под девалютизацией вкладов следует понимать постепенный перевод депозитов граждан и организации с долларов и евро в рубли. В таком случае Центральный банк Российской Федерации видит способ спасения банковского сектора от возможного дефолта. Суть девалютизации состоит в том, чтобы по возможности ограничить или исключить использование российскими гражданами и предприятиями иностранной валюты в международных операциях, а также ограничить хождение иностранной валюты внутри страны. Смысл всех этих действий заключается в том, чтобы избежать рисков, связанных с различными недружественными действиями со стороны стран-эмитентов соответствующих валют, которые могут выразиться в заморозке банковских счетов, ограничении проведения платежей в соответствующих валютах. В ближайшей перспективе полностью отказаться от операций в долларах и евро не получится, но максимально снизить их влияние на российскую экономику все же возможно. На сегодняшний день мнения финансовых специалистов касательно прогнозов на будущее разнятся. По словам экспертов, на данный момент достаточно сложно сказать, как нынешняя экономическая ситуация отразится на рядовых гражданах. Однако основной риск, связанный с девалютизацией, они все же выделяют. Это невозможность или ограниченная возможность хранить свои средства в иностранной валюте в российских коммерческих банках. Уже сейчас многие коммерческие банки вводят дополнительные комиссии по валютным счетам, стараясь от этих счетов всеми способами избавиться. Таким образом, те, кто имеют валютные счета в российских банках, рано или поздно будут вынуждены либо конвертировать эти средства в рубли, либо забрать их из банков в виде наличной валюты. Позиция Центрального банка по вопросу девалютизации заключается в том, чтобы отвезти российских граждан, российские компании и банки от потенциального удара антироссийских санкций. Центробанк намерен приложить все усилия для того, чтобы перенаправить граждан и компании в сторону использования российского рубля в международных операциях или использованию валют дружественных государств. Карина Саяхова, Универнюс. Около 95% населения в той или иной степени нуждаются в регулярных консультациях гастроэнтеролога. Заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются у всех групп населения и являются одним из наиболее распространенных в сравнении с патологиями других органов. О том, что нужно делать в таких случаях, расскажет наш корреспондент. Интенсивный ритм современной жизни зачастую влечет за собой нерегулярные приемы пищи. Такое несбалансированное питание может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, а в конечном итоге пациент попадает с обострением выделения гастроэнтерологии. Университетская клиника Казанского федерального университета со своей мощной командой всегда готова помочь людям даже в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Здесь концентрированы специалисты разных областей, как лечебники, терапевты, так и хирурги, эндоскописты. Сделано это для удобства пациента. Нам удалось сделать вот эту вот систему окна-окна. То есть пациенты к нам приходят, вот есть консультация гастроэнтеролога, есть диагностическое оборудование, которое соответствует этому, вот. Есть хирурги отделения эндоскописты, которые могут в случае, там, если есть показания, там, мешаться по своей специфике. И вот эта вот система окна-окна и дала тому, что пациенты очень полюбили наше отделение. И на сегодняшний день, слава богу, мы пользуемся как бы востребованностью. И вот эта вот сплоченность нескольких направлений специалистов дает вот такой хороший результат. Среди множества функциональных расстройств, известных в медицине, патология пищеварительного тракта занимает особое место. В последние годы явно возрос интерес к данной проблеме. Симптомы заболевания желудочно-кишечного тракта очень многообразны и напрямую зависят от того, какой именно орган поражен. К общим признакам, сопровождающим патологию пищеварительной системы, относятся боль в животе, отсутствие аппетита, изжога, тошнота, похудание. Основные причины, которые провоцируют развитие патологии желудочно-кишечного тракта, это избыточный вес, курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и стрессы. Для борьбы с этим заболеванием ведущие врачи университетской клиники проводят необходимые обследования, в том числе и гастроскопии, или по-другому ФГДС. Это специальная медицинская процедура, в ходе которой выполняется исследование пищевода, желудка и начального отдела кишечника с помощью специального прибора эндоскопа. В данном кабинете проводится исследование на нижних отделах желудочно-кишечного тракта, как в простонародье толстая кишка. Здесь проводятся как диагностические, так и лечебные манипуляции. Диагностические манипуляции направлены на выявление воспалительных, либо каких-нибудь опухолевых, либо предопухолевых заболеваний. На сегодняшний день раннее выявление онкологической патологии позволяет с минимальными финансовыми потерями вылечить пациента, а также обезопасить его от осложнений, либо последствий заболевания, связанных с онкологическим процессом. Качество диагностики и инфекционная безопасность пациента – основной принцип работы эндоскопического отделения университетской клиники Казанского федерального университета. Здесь выполняются все основные виды эндоскопических исследований желудочно-кишечного тракта. Широко применяются лечебно-диагностические методики. Помимо комплексной диагностики, пациентов продолжают наблюдать на протяжении длительного периода, чтобы исключить риски возобновления заболевания. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Институте вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета разработали алгоритмы для обработки и анализа медицинских изображений, которые уже внедряются в университетской клинике. В планах у ученых объединить алгоритмы устранения дефектов и предсказывающую нейронную сеть для улучшения качества классификации маммографических изображений в будущих исследованиях. Работа выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства КФУ «Приоритет-2030». Что такое дистанционное зондирование Земли из космоса? В каких сферах оно применимо? И почему это незаменимый инструмент для изучения нашей планеты? Каждый год в Казанском федеральном университете проводится множество исследовательских работ, которые выходят за рамки вуза и становятся полезными для республики. Свои обороты набирает и кафедра астрономии и космической геодезии физического института. Так, студенты проводят исследования по дистанционному зондированию, которые впоследствии могут быть полезными как для экологии Татарстана, так и для всей страны. Они получают результат, и эти результаты должны быть достоверны. Мы не собираемся эти результаты складывать в папку, но прежде чем о чем-то говорить, мы хотим говорить об этом уверенно. Конечно же, мы свои результаты направим уже и в этом году, то, что мы делаем в экологию. Одной из таких работ стала магистрская диссертация Надежды Сериной, студентки первого курса магистратуры. В своем исследовании она отражает экологическую проблему, актуальную для всего по Волжье. Регулярное цветение Волги не только неприятно эстетически, но может и привести к экологической проблеме. Явление цветения воды охватывает открытые водоемы практически по всему миру, и явление ворских вод уже давно привычное явление для всех, кто проживает вблизи этой водной артерии. Поэтому эта тема меня заинтересовала, и я решила исследовать, как можно применить данные дистанционного зондирования земли для мониторинга экологии реки Волга. Цель дистанционного зондирования земли – в получении различной информации об объекте без приближения к нему, а также в создании пространственных данных. Приборы, используемые для такого зондирования, размещаются не только на земле, но и на космических летательных аппаратах. Именно спутниковые снимки стали базой для работы Надежды. По этим данным студентка анализировала различные факторы, влияющие на цветение воды в реке. Исследовался участок бассейна реки Волга вблизи города Казань, для которого были подготовлены данные дистанционного зондирования земли, то есть разновременные мультиспектральные космические снимки, которые анализировались в специализированном программном обеспечении сканок самочепроцессора. Исследовательская работа все еще в процессе, но уже есть результаты. Так студентка выявила, что цветущая Волга – это результат нетипичных природных явлений, а также антропогенные факторы. Например, в 2020 году в СМИ говорилось о том, что в бассейн реки Волга было сброшено около 5 миллионов кубометров сгрязненных сточных вод, а Татарстан был назван в числе главных загрязнителей. И графики это подтвердили. Явление цветения было максимальным за исследуемый период и началось гораздо раньше, чем обычно. Надежда отмечает, что такое цветение опасно в первую очередь для человека, так как некоторые виды планктон являются ядовитыми и могут при контакте вызвать кожные заболевания. Также это опасно для уровня рыбной продуктивности из-за недостатка кислорода, вызываемого цветением. Надежда Сёрина и Владимир Безменов планируют расширять ореол своего исследования. Однако их задача – лишь наблюдение, а ответственность за решение проблемы остается за специалистами-экологами. Наталья Жирнова, Фарид Захит Аглы, Универньюз. Аспирант первого года обучения Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Довран Сабиров одержал победу в конкурсе «Студенческий стартап» в направлении медицины и технологии здоровья сбережения. Он получил 1 миллион рублей на реализацию своего проекта. Разработка тест-системы для диагностики нейротравм и их прогностической оценки. По словам Доврана, конечным продуктом в ходе реализации проекта должна стать высокоспецифичная тест-система для диагностики и оценки травмы спиновым мозгом, которая поможет врачам в выборе оптимальной стратегии терапии. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok